Всем привет, дорогие друзья. Нахожусь на левом берегу и сегодня мы с вами посетим музей истории нашего города. Побежали! Мы хотим начать с истории нашего края. Это родина великого известного химона. Мы мирные искители композитора Корхет Баба, а также земля, по которой проходил Великий Шелковый Гусь. Наша земля сыра – это край песен и сказаний, былин и преданий, сокровищница нестекаемого культурного богатства. А когда открылся? В этом году 24-го сентября. И как уже видели в Европе? Да, конечно. На Катях России присутствует первый поседатель. Для удобства посетителей у нас в главном зале, в ознакомительном зале установлены санкциональные моноблоки. А также в каждом зале у нас имеется телевизор, где демонстрируется история нашего края. Через этот моноблок вы можете ознакомиться с историей города. Здесь у нас начинается с первой витрины моноблок. И все экспонаты, которые находятся в нашем музее, в экспозициях нашего зала, можно увидеть через этот моноблок. Товарищ председатель, все документы я принес, все лежит здесь. Здесь показан интерьер, как работает представитель казахской интеллигенции. Казахская интеллигенция состоит в здании кастыка, одежда, личные вещи, внешность. Все соответствует тому времени. Саквояж, книги тоже того времени. Казахская интеллигенция В 1925 году, 15 апреля, из Оренбурга перенесли столицу нашу родную злодумку. Тогда она называлась Ак-Мечеть. И в этот момент приезжает казахская интеллигенция На наш родной город. Кубыз звучит, то плачет, то смеется, то быльным ветром он сорвется. Курхтата седой беловороты, в глазах печаль твоей и древности таинства. Поведай мне, о вечный странник, что ты искал по жизни и судьбе. Ты много видел на своем пути. Руйны городов и возрождение из пепла. Пой, кубыз, не молчи. Песня твоя звучит по всему свету. Ты град не знает. Ребята, а вот это вот слова поздравления от Нурсултана Назарбаева. Всех жителей нашего города. К 200-летию. Как мы знаем, в городе везде у нас стоит рухани-жан-гру. Везде, в парке, на экранах, на мосту. Прям, ну, везде рухани-жан-гру. Рухани-жан-гру, рухани-жан-гру. Что же это такое рухани-жан-гру? Центр, логово этого рухани-жан-гру находится здесь. И мы сейчас с вами пройдем туда вовнутрь и узнаем, что же это такое рухани-жан-гру. Ну, а вы как понимаете это слово рухани-жан-гру? Пожалуйста, напишите в комментариях, и будет очень интересно узнать, какое же ваше мнение в этом. И тогда, когда мы заходим. Рухани-жан-гру – это программа президента. Данная программа подразумевает в себе общественная модернизация сознания. Это идет от «я» до общества, изменение сознания, да, получается. Есть основные критерии, да, по которым отвечает рухани-жан-гру. Это сохранение национальных ценностей, прагматизм. Не революционное, а эволюционное развитие. Это уже понятно, да, какая широта. Идет открытость сознания и формирование торжественного знания. Вы можете к нам прийти, мы можем вам оказать помощь по данным подпрограммам. У нас есть отделы под программой торбей-жан-гру. Здесь работают со студентами, с учениками, с детскими садами, с учителями, повышение квалификации и тому подобное. Тут мы можем даже вам помочь с семейными проблемами. Следующая под программой – рухани-казна. Данный отдел занимается сакральной географией Казахстана, Казаларзинской области, истории и краеведением. Следующая под программой у нас – Атамикен. Данный отдел занимается привлечением меценатов по проекту Туванжирьет Агзам. И отдел Ахпарат Толхуна, который часто занимается с привлечением СМИ. Дорогие друзья, вот такое вот получилось видео. Посетить данный музей могут все. Так что давайте приходите, смотрите, посещайте. Всего доброго. Всем большое спасибо за просмотр. Всем пока. Подписываемся на канал, ставим лайки под колокольчик, короче, комментарии. Все в вашем распоряжении. До скорых встреч. Продолжение следует.